Хочу передать микрофон Генеральному консулу Республики Узбекистана в Нью-Йорке господину Рубеку Амадову. Стал интенсивной точкой передвижения между Узбекистаном и США. Несколько лет назад, 10-15 лет назад, рейсы у нас были, но в основном это были частные визиты. Сейчас, в последние годы, так интенсифицировался контакт между Узбекистаном и США, на официальном уровне, я имею в виду, что каждую неделю нам приходится по воскресеньям быть в аэропорту, потому что кто-то прилетает, из официальных лиц кто-то улетает. Мы, значит, это наша обязанность, наш долг, мы должны или встретиться, или проводить наши сады. Я выражаю искренне благодарность Конгрессу Бухарских евреев США и Канады за то, что Генеральное консулство тоже было включено в качестве соорганизатора сегодняшнего мероприятия. И, наверное, уже Рафаэл Лакея-Никталов об этом сказал, в курсе все этот год, он посвящен Илья-Саке Малаеву в течение года, запланировал несколько мероприятий здесь, в Нью-Йорке, в Узбекистане, в Вене, в других городах. Я очень надеюсь, мы совместно эти мероприятия проведем очень на таком высоком уровне. Илья-Саке Малаеву в течение года. Одинаково на высоком уровне писал, создавал и на Фарси, на Узбекском, на Азербайджанском. Понимаете, чтобы писать, творить на этих языках, на языках этих народов, недостаточно только знать язык этого народа, уметь писать на языке этого народа. Для того, чтобы творить, мне кажется, нужно, чтобы человек был частицей этого народа. И в этом смысле, мне кажется, я в этом убежден, что Илья-Саке был частицей узбекского народа, таджикского народа, мухарьевского народа. Илья-Саке Малаеву в течение года. Илья-Саке Малаеву в течение года. Но я тогда был ребенком, особо не разбирался в нашей классической музыке, национальных инструментах. Но у меня до сих пор в памяти виртуозная игра в языке Натари. Вот это у меня, вот этот эпизод остался на всю жизнь в памяти. Я до сих пор помню виртуозную игру в языке Натари, его песни на узбекском, таджикском, на азербайджанском языке. Потом судьба меня свела с Илья-Саке в конце 90-х годов здесь уже в США, в период моей работы в нашем посольстве в Вашингтоне. До 98-го, 99-го, 2000-х годов мы очень часто встречались. Здесь, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, Илья-Саке, Асхамадуба, Изруаке, Конгресс Бухарских игреев всегда активно принимали участие в наших мероприятиях. И когда я беседовал с Илья-Саке Малаевым, всегда чувствовалась его глубокая ностальгия по Узбекистану. И я до сих пор запомнил эти слова Илья-Саке, когда он мне сказал, знаете, телом, плотью я в Америке, но сердцем, душой, чувствами я в Узбекистане всегда. Вот эти слова, я думаю, они показывают, характеризуют Илья-Саке Малаева как, естественно, патриота своего народа, патриота своей Родины. Для Илья-Саке Узбекистан будет всегда его Родина, до конца его жизни. И каждый раз беседовать с Илья-Саке мы получали какой-то заряд, заряд необходимого, нужного патриотизма. В Узбекистане помнят, всегда помнят Илья-Саке Малаева, потому что он внес огромный вклад, огромный вклад в развитие нашей музыкальной культуры, в прообразие нашей поэзии. И в этом смысле творчество Илья-Саке Малаева, это наше общее культурное настояние. И если разрешите, в конце я просто хочу прочитать на муслимепарен и Элья-Саке, что? Элья-Саке помнят, я написал что-то бесконечно, но просто зашел готов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!